Добрый день! Спасибо всем, что пришли. Очень много знакомых лиц. И сегодня у нас такой революционный, наверное, доклад. Сегодня практически годовщина и бывших октябрьских, и наших новых революций. Так что новая революция, она и в интернете тоже. Интернет телезрителя. На самом деле, да, и в Digital тоже будет TV, потому что два из трех зрителей смотрят в интернете видео. И, собственно, мы понимаем, что в том числе благодаря революциям интернет охватил в этом году больше 60% украинцев. Все. В нем женщины, в нем рабочие, в нем дети, бабушки, продают на OLX товары с дедушками. Он стал народным медиа. Он вышел на второе место по охвату, то есть пресса перешла на третье. Интернет второй за телевидением. И, собственно, в нем люди делают то же самое, что им больше всего нравится в жизни. Они смотрят яркое видео. Что должны сделать каналы? Что должны сделать те продакшены, которые вы уже видели, которых увидите и услышите сегодня, которые делают на самом деле действительно самый крутой продакшен в Европе? Они должны сделать шаг в интернет. И, собственно, в этом году уже на новый дизайн перешли СТБ и новый канал. И буквально в начале следующего года будет запуск ICTV, факта ICTV и M1 в новом дизайне. Что такое новый дизайн? Мы сейчас покажем, и вы увидите первыми дизайн, который еще не видели. Имея в виду дизайн M1, ICTV, факта ICTV новой. Но суть его в том, что это новый подход, что это зрители, которых мы любим, которых мы знаем в телевидении, которых мы максимально вовлекали. Теперь они с нами и в интернете. Да, раньше они смотрели на пиратах, в ютубе, они искали это видео в поиске. Сейчас сайты стали именно такими, как они нужны аудитории, с которыми она может общаться, голосовать, играть, писать, комментировать, участвовать в конкурсах, становиться частью шоу через интернет. СТБ – самый женский, самый массовый в стране женский. ICTV – новый, обновленный, самый интерактивный, пожалуй, новый канал. М1 – с февраля вы увидите новый дизайн. Все они стали принципиально новыми. Факты выделились в отдельный проект «Факты ICTV» уже в этом году с трехкратным ростом. Вошли в топ-25 ресурсов. Они стали новым брендом новостейным, премиум новостейным форматом. То есть на самом деле революция, она достаточно много ускорила. Телегруппы и так одни из самых быстрых. Все продакшены, которые вы видите, время между принятием решения и реализацией очень короткое. И факты стали брендом, действительно. То есть если год назад мы знали определенное количество брендов новостейных, то в этом году есть новый. Что группа сделала принципиально важного, революционного? Она сделала единую медиаплатформу. На сейчас все ресурсы группы находятся на единой медиаплатформе, либо переходят на нее. И принципиально новое качество в том, что все творческие объединения смогут напрямую работать со своей аудиторией. То есть эта медиаплатформа позволит им максимально оперативно видеть обратную связь, понимать, кто их аудитория, что она хочет. Выкладывать для них не вошедшие в эфир видео, выкладывать предпремьерные показы, если они решат, что это интересно аудитории. Приглашать аудиторию играть, выкладывать свои собственные мысли, видео, фото. Естественно, все это доступно и для спонсоров, для наших партнеров. Платформа позволит работать не только с, естественно, самими проектами. То есть все, что вы хотели сделать в интернете и почему-то не могли, приходите. Мы технологически и творчески готовы будем реализовать вместе с нашими творческими объединениями. Мы построили самую большую видеосеть в Украине и на сегодня она охватывает 67, уже чуть устарела, уже практически 70 процентов аудитории украинской покрывает наша видеосеть. В ней уже больше 130 площадок, 137. На сегодня партнеров, которые берут наш плеер, это тоже важнейшая часть платформы. Если раньше пираты нам говорили, что люди хотят смотреть ваше видео, просто не могут у вас, теперь могут везде. Все, кто хочет, может снести все пиратское видео, взять наш плеер и показать своей аудитории, аудиторию своего сайта, наши новости, наши шоу. И, как видите, крупнейшие сайты присоединились к видеосети. Сейчас уже есть российские, польские, которые также берут наш плеер. Поэтому я думаю, что мы достигнем 80-процентного охвата. Вот то, что мы видим по прогнозам уже в начале следующего года. Телепроекты интегрировались со своими сайтами. Действительно, что сделали проекты? Какие основные мы видим шоу? Новый канал, Перфект, Герои Коханти, Супермодель, ICTV, Крот, СТБ, Х-фактор, большой очень проект по похудению. Это революционные вещи в том, что они сначала вышли из телевидения в интернет, и потом, вобрав лучшее из интернета, вынесли опять в телевидение. То есть это на самом деле полностью кросс-медийные проекты. Когда в телевидении мы призываем людей что-то сделать, мы понимаем, что для них огромной ценностью является опять попасть в телевидение, самому стать звездой. Когда человек во что-то играя в интернете, что-то делая, участвуя в каких-то конкурсах, понимает, что у него есть шанс попасть на большой экран, это огромное преимущество по сравнению со всеми остальными интернет-активностями. Потому что попасть в телевидение — это самый главный приз. Это то, ради чего люди готовы на очень многое. Поэтому, опять же, вместе с вами можем делать еще более разнообразные, яркие конкурсы. Создали впервые в Украине контент-эвэ-шоу для интернет. На самом деле проект «Все буду добре», о котором много рассказывал Дима, не только для телевидения, но и для спонсора «Проктер энд Гэмбл», который решился вместе с нами на инновацию создать диджитал-версию «Все буду добре» с бренд-интеграцией. Давайте мы ее посмотрим. С любимой вещью можно попрощаться, если на ней трудновыводимое пятно. Так считают многие. Даже применив пятновыводитель, не всегда можно добиться идеального результата. Но как же решить эту проблему? Тарас Шпира знает ответ на этот вопрос. Здравствуй, Тарас. Приветствую тебя, Надя. Можно облегчить себе жизнь, если стирать с гель капсулами Тайт. А не справиться с трудновыводимыми пятнами? Конечно, Надя. Их преимущество заключается в том, что можно не использовать дополнительно пятновыводитель. Как говорится, доверяй, но проверяй. Мне нужны доказательства. Надя, у нас есть белые и цветные брюки, на которых уже есть застаревшие пятна. Предлагаю добавить еще свежих трудновыводимых пятен. Подсолнечное масло, маркер и ручка. И ты, и я будем использовать гель капсулу Тайт. Просто нужно положить ее в стиральную машину. И сверху разместить штаны. И вот мы убеждаемся, что условия стирки одинаковые. Можем загружать. Так. И теперь осталось дождаться результатов эксперимента. Тарас, стирка окончена. Можем доставать. Ух, я довольна результатом. Все отстиралось, и в этот момент мы просто отдыхали, не оттирая пятна руками. Впечатляющий результат. Отстирались как свежие, так и старые пятна. Ни одного пятна не осталось. И брюки белоснежные. А вот эти, соответственно, сохранили свой яркий цвет. По-моему, это возможность идеальной стирки. Лучше хранить фото о ярких моментах в вашей жизни, чем пятна, которые напоминают о них. На самом деле в России тоже не было таких проектов. Он первый на постсоветском, скажем, пространстве. И, как видите, качество такое же, как для ТВ. Было снято с использованием всех возможностей сайта. Ролик до сих пор на Ютубе. Там полезные очень советы по стирке, правда. Их пять, таких роликов. И действительно, если класть на эти капсулы, лучше стирает оно. И все это смотрится как ненавязчивый совет. Здесь вы можете позволить себе больше, чем в телевидении. Вы так подробно не расскажете, как пользоваться вашим продуктом. В телевидении на этом начнет падать рейтинг. В интернете начнут смотреть. Поэтому, если вы совместите, если вы отправите на сайт, то на сайте вы можете рассказать намного более детальные вещи. Показать, как на самом деле использовать. Показать, где ближайший магазин в этом конкретном районе, когда в нем акция. Дать рекламу параллельно с ТВ. Дать во время, в те секунды, когда открывается магазин с акцией. Или когда вы знаете, что люди принимают решения. И пока, по крайней мере, законодательство нам позволяет здесь развернуться, реализовать свои самые смелые проекты. Мы работаем только с легальным контентом. Это принципиальная оппозиция. Где-то она, наверное, сдерживает охват селс-хауса. И единственный селс-хаус, Starlight Digital Sales, кроме группы 1 плюс 1, больше селс-хаусов, которые работают только с легальными площадками, чем на рынке на сегодня нет. То есть, когда вы берете пакеты любых остальных селс-хауса, вы должны понимать, что не все площадки, даже которые стоят, например, в позиции пакет лицензионный, или премиум, или легальный, не все они легальны. Естественно, что долгое время шла речь о том, что слишком маленький охват в Украине легальным контентом. Особенно, если вы хотели показать видео, не хватало охвата. Вот в этом году мы, по крайней мере, сосредоточили, как видите, здесь вот только часть. Сейчас подписываются контракты с целым рядом и украинских, и российских партнеров, обладателей легального видеоконтента. И на сегодня мы с полной ответственностью можем сказать, что да, уже мы откручиваем компании, не уступающие охватом тем пакетам, на которых есть пираты. Благодаря видеосети, благодаря количеству лицензионного инвентаря, благодаря развитию той же платформы, благодаря тому, что на наших сайтах видео стало смотреть так же удобно, легко, быстро, легко находить, как раньше это было на пиратах, скажем. Поэтому мы очень гордимся тем, что легальным инвентарем уже вы можете решить любые задачи в диджитал, будь то видео, будь то медиа, и очень призываем пользоваться этой возможностью. Что мы сделали? Сайты, ютуб-каналы, группы удвоили свой инвентарь в 2014 году. Даже канал «Все будут добрые» получил серебряную кнопку, вот она, видите, справа от ютуб, за 100 тысяч подписчиков, их уже сейчас больше 150 тысяч. И на самом деле это произошло за 4 или 5 месяцев. Практически с 10 тысяч канал удестерил количество подписчиков, просмотров там больше, чем 2,5 миллиона. То есть как только мы говорим о том, что творческие объединения со всей своей творческой энергией начинают заниматься интернетом, они победят в нем всех, потому что у них самый большой творческий потенциал. Видеоинвентаря мы собрали уже 400 миллионов, 4 миллиарда медийного, и планируем не останавливаться. Думаем, что в следующем году самыми принципиальными событиями, помимо того, что мы планируем как минимум утроить доступный для рынка инвентарь, что опять же будет обозначать охват, сравнимый с сейлами, лидирующими на сегодня на рынке, о том, что мы запустим полноценный second screen. То есть второй экран будет частью, неотъемлемой частью основных TV-шоу. Вот мы понимаем, как смотрит аудитория, мы понимаем, что параллельно с телевидением, с экраном большим, большая часть сидит в интернете, она получит в интернете именно на площадках группы все, что ей необходимо. Она получит в мобильных приложениях, на мобильном экране, уже на сейчас у нас очень активно. ICTV-факты, мобильное приложение запрашивается аудитории, в нем тоже можно делать яркие проекты, есть яркое мобильное приложение нового канала, и мы думаем, что их будет становиться больше в следующем году. Самые лучшие специальные проекты, которые можно сделать, естественно, можно сделать с телевидением, потому что только Анос готова создать дополнительный контент или выделить вам какой-то не вошедший или специально снятый контент для вашего проекта, сделать красивое брендирование и сделать все остальные технологические возможности для того, чтобы ваша аудитория получила большой дополнительный эффект, а значит влияние на продажу. Потому что по всем кейсам мы видим, что когда подключается интернет, совокупный эффект от спонсорства, от специальных проектов намного выше, чем когда берется одно меди. Ну и самое главное, мы готовы проанонсировать сделки ТВ плюс интернет. Мы надеемся, что они будут важной частью ваших покупок в следующем году, что уже нам исследования позволят считать дополнительный охват интернет-компаниям к телевидению, и мы выйдем на то, что медиа номер один и медиа уже ставший номер два, интернет, будет в ваших компаниях. Спасибо. 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 Спасибо.